После трагедии в Казани, где погибли 9 человек и еще десятки пострадали, в алматинских школах, колледжах и интернатах усиливают меры безопасности. В учебных заведениях планируют составить психологический портрет учеников и выявить так называемую группу риска, а также устанавливать фильтры на запрещенные сайты. Об этом стало известно на совещании с участием замакима города Ержана Бабакумарова. А вот ужесточат ли контроль за гражданским оружием? Ответы на вопросы искала Айна Рафина Рикбаева. 68-й городской гимназии обучается более 2,5 тысяч учеников. Их безопасность обеспечивают сразу несколько охранных агентств и надежная система защиты. Школа оборудована пожарной сигнализацией и тревожными кнопками, а персонал и учащиеся ознакомлены с инструкцией на случай ЧАЭС. Например, попасть в эту школу постороннему человеку крайне непросто. При входе в учебные заведения круглосуточно дежурят охранники, а по периметру здания установлены камеры видеонаблюдения. А если в случае кто-то попытается взломать двери и окна, то сразу же срабатывает сигнализация. Согласно закону, образовательные учреждения относятся к объектам, уязвимым к террористическим атакам. Органы внутренних дел регулярно проверяют учебные заведения на элемент защищенности. Ежегодно по антитеррористической безопасности, чтобы исключить риски антитеррористической опасности, приезжает комиссия природы. Они проверяют готовность школы. То, что городские школы защищены, а персонал знает, как себя вести при ЧАЭС, все убедились, когда в начале весны уже террорист номинировал 34 образовательных объектов. Но взрывные устройства тогда не обнаружили. От приезда экстренных служб и саперов учителя успели вывезти всех учащихся на улицу и вызвать полицию. Впрочем, трагедия в Казани показала, что эффект неожиданности может застать врасплох. Поэтому Аким Городово Каджан Сагентаев поручил усилить безопасность школ, детсадов и интернатов, а также активизировать работу школьных инспекторов и психологов. Таким образом, во всех организациях образования штатные психологи в течение года проходят курсы повышения квалификации. Ежегодно мы проводим по данному направлению определенную работу, для того, чтобы заранее выявлять детей, склонных к различным формам правонарушений. Тем временем, владеющих гражданским оружием в республике насчитывается до 200 тысяч человек. МВД проводит ежегодную акцию по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В целях недопущения преступлений с применением огнестрельного оружия на постоянной основе проводятся совершенственные законодательные базы. Введены такие требования, что нельзя осуществлять продажу и хранение огнестрельного оружия в помещениях, расположенных в жилых домах, в торговых залах, развлекательных центрах. Сейчас для покупки оружия необходимо пройти ряд медицинских обследований у психолога и нарколога, обучиться правилам безопасности и не состоять на специальных учетах. Более того, владельц оружия должен иметь сейф для хранения, подключенный к системе сигнализации. Система получения разрешения на оружие в Казахстане одна из самых жестких в мире. Ни в одной развитой стране таких ограничений и требований нет. Отказы тоже бывают, они достаточно регулярно бывают. Люди, которые имели приводы в полицию, которые стоят на учете, как склонные к терроризму, к насилию, им отказываются. Из тех трагических событий большой урок извлекли и сами владельцы оружейных магазинов. Теперь предприниматели продают стволы, выставленные на витринах без ключевых деталей. То есть, если его похитят, она все равно не выстрелит. Но если оборот оружия еще можно контролировать, то заранее предугадать поведение человека, настроенного на необдуманные поступки, удается не всегда, говорят психологи. Ведь причина агрессивных поступков прежде всего кроется в семье. Первый фактор, при котором родитель должен привести ребенка и себя к психологу, если у вас пропал контакт с ребенком. Что такое контакт? Когда вы хотите обнять ребенка, а он не хочет. Или когда он не слышит вас. Или не слышит вас. Или когда вы понимаете, что вы среваетесь на ребенке. Вы его бьете, или вы на него ругаетесь от собственного бессилия. Вот и получается, чтобы избежать повторения трагедии в Казани, можно лишь общими усилиями и комплексным подходом. Обеспечив безопасность социальных объектов, усилив контроль над оборотом оружия и вытащить разрешение на его приобретение. А главное, уделять больше внимания детям и подросткам. Айя Нарфина Рикпаева, Рашид Шукралиев, Медед Саматуа, телеканал Алматы.